Почему это помещение, напоминающее галерею, называют красной дамастовой комнатой, ясно с первого взгляда. Стены обтянуты красным дамастом и украшены золотыми позументами, то есть тканой тесьмой из металлических нитей. Над дверными проемами нашему взору предстает и сама монаршая Чита. Позади нас король Фридрих I, а напротив него королева София Шарлотта. Здесь вы также найдете эмблемы обоих монархов. Например, под потолком, на опоясывающем помещении Фризи, на позолоченных капителях и в области цоколя мы видим корону и орла с герба Пруссии, а также скачущего коня Ганноверской династии. Помещение было бы еще более репрезентативным, если бы удалось реализовать намеченный план. Существуют свидетельства, указывающие на то, что знаменитую янтарную комнату заказывали именно для этой галереи. Однако она еще не была готова к 1709 году, когда дворец Шарлоттенбург стал местом необычной встречи. Фридрих I принимал у себя корфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного вместе с датским королем Фридрихом IV. Собранию монархов суждено было войти в историю как «Встреча трех королей». По столь важному случаю нужно было достойно оформить еще незаконченное к тому времени помещение. Пришлось изменить планы и отделать стены не янтарем, а красным домастом и роскошной тесьмой из золотой парчи на выступающих частях стен. Столь дорогостоящий, торжественный декор чуть позже будет использован и в парадных апартаментах дворца резиденции в Дрездене. Свой нынешний облик домастовая комната обрела лишь в годы правления Фридриха Великого. Давайте пройдем дальше. Войдя в следующее помещение, нажмите зеленую кнопку.